В Усть-Абакане объявлен территориальный режим ЧС. Несколько улиц в поселке затоплены. Работает тяжелая техника, ведется подсыпка. Воду откачивают помпами, однако ситуация пока нестабильна. С места событий Мария Добринина. Главные приметы российской весны. Грязь на дорогах среди ям. Иногда проскальзывает асфальт и безразмерные лужи. В Усть-Абакане в этом году полный набор еще и с подтоплением жилых домов в частном секторе. И действительно ситуация очень серьезная. К некоторым дворам даже близко не подойти. По меньшей мере пять улиц затоплены. В гаражах, по гребах стоит вода. Для усть-абаканцев, конечно, это не нонсенс, однако такого количества воды уже давно не было. Топит в основном окраину села, в том числе и район новостроек, которые, по словам местных жителей, тоже явились причиной затопления нескольких дворов. Вот этих домов не было двух. Мы прокопали, наняли два бульдозера, прокопали каналы туда. И все у нас с улицы убегало из горы, вокруг моего огорода, все убегало туда. А потом взяли и отдали места подстройки, застроили и теперь заложили этот наш канал. И все осталось. Подпольное у меня отопило, я уже не встал туда. А погреб у меня выше там. Я в погреб все. В селе сейчас объявлен территориальный режим ЧС. Нужно отдать должное местным и районным властям. Технику выделили сразу, как только стало ясно, что будет подтопление. Экскаваторы роют обводные каналы, рабочие подсыпают улицы. На помощь пришел Автодор. Бесплатно выделил КАМАЗы для отсыпки дамп и грейдер. Сейчас главное не выпустить ситуацию из-под контроля, что очень сложно. Прогнозы синоптиков благоприятные, но только не для усть-абакана. Выше 10 градусов до конца недели. Зато нынешний критический момент подтолкнул чиновников к решительным действиям. Необходимо вести, делать обводные каналы, потому что каждый год эта беда, она действительно уже... Ну, бедные люди устали. Как весна, так топят. Значит, район обещал помощь и в организационной работе, и в финансовую помощь. Потому что это действительно немалые деньги для того, чтобы собирать, начинать талые воды еще там, вот под горами, и отводить их сразу, чтобы они не шли в поселок. Сейчас в усть-абакане работает асмашина. Выезжает ко всем, у кого затопило подполье и погреба. Откачивают воду бесплатно. К слову, в четверг в Хакасию прибывает комиссия МЧС России. Спасательная инспекция на месте оценит возможные риски, связанные с подъемом уровня воды. Наверняка одним из пунктов остановки станет усть-абакан. Мария Добрынина, Анна Грек, Вести Хакасия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!